Привет всем, ребят! Итак, вы разблокировали загрузчик на телефоне Xiaomi. Если захотели, установили глобальную прошивку без использования TVRP Recovery. Если не захотели, если вам хочется управлять жестами и иметь русский язык, то вам необходимо установить девелоперскую прошивку. Прошивки бывают стабильные и девелоперские, то есть пробные, так скажем. Стабильные выпускаются довольно-таки редко. Девелоперские, они же еженедельные, выпускаются каждую неделю. И только на них сейчас работает управление жестами на Redmi 5 и Redmi 5+. Что нам нужно сделать? Загрузчик должен быть уже разблокирован по моему предыдущему видео. Теперь мы с вами поставим TVRP Recovery. Скачать мой архив с TVRP по ссылке из этого видео. Подключить телефон в режиме Fastboot к компьютерам. До этого может быть установлена любая прошивка. Главное, чтобы был разблокирован загрузчик. Зажимаем громкость вниз и питание. И переводим телефон в режим Fastboot, то есть зайц в ушанке. Подключаем к компьютеру. Подключили. После этого заходим в мою папку. Распаковать ее куда-нибудь без русских символов, без кириллических. C, 1, TVRP, либо как угодно. Желательно, чтобы не было пробелов и символов никаких русских. Может будет, может сработает, может нет. И запускаем в этом архиве. Должны быть здесь ADB, папочки, Fastboot и саму TVRP и эти файлы. Запускаем файл под названием 1. Запустить. И после этого нажимаем ОК. Все, рекавери записан. Рекавери установилась и загрузилась. Обычно оно выдаст, что у вас зашифрован отдел дата формат. Нужно сделать. Здесь нажимаете Enter Password. Пароль никакой вводить не нужно. Нажимаете Cancel, отменить. Здесь вот так вот. Заходим в Вайп. Формат дата. Нужно отформатировать все данные на телефоне. Перед этим, естественно, все сохранить. Есть, ввели словами. ОК. Мы отформатировали с вами полностью весь телефон. Назад. Назад. И чтобы все сохранилось, нужно перезагрузиться в рекавери. Reboot. Рекавери. Здесь нам вставить приложение TVRP не нужно. Don't install. Перед этим желательно подготовить сразу прошивку. Так как вы будете форматировать дата, то если вы забросите в телефон, она, скорее всего, не сохранится. Значит, варианта два. Теперь, после загрузки в рекавери, подключить телефон к компьютеру. Здесь опять Swipe to Hello Modifications. Но можете столкнуться с таким случаем, что телефон не будет видеться компьютером в данном режиме. Потому что TVRP рекавери может так себя повести. Поэтому можно заранее записать на карту памяти необходимую вам прошивку. Вставить ее в телефон и с ней уже сотрудничать. Но сейчас попробуем первый метод. Если не увидит, тогда уже будем пробовать дальше. Так, все загрузилось. Телефон у нас, грубо говоря, пустой. Подкидываем его к компьютеру и смотрим, увидит ли компьютер наш телефон. Disable, enable. Нет, это не помогло. При включенном рекавери можно еще раз подключить и отключить от компьютера. Телефончик наш так и не появился. Значит, вариант, в принципе, остался у нас один. Взять карту памяти и засунуть туда нашу прошивку. Забросить zip-архив. Прошивку скачивайте любую, девелеперскую, Xiaomi EU, Multirom и так далее. Это больше всего хвалят. Прошивка весит примерно 1,2 гигабайта, поэтому карта памяти нужна хотя бы на 2 гигабайта. Отформатируйте ее предварительно в систему FAT32, иначе смартфон ее не увидит. Если у вас нет карты памяти, можно попробовать два варианта. Первый – это предустановка ТВРП сразу закинуть в корень телефона прошивку, но, скорее всего, как вы делаете формат, оно исчезнет. Либо второй вариант – есть флешка, но нет карты памяти, тогда через OTG кабель подкинуть сюда флешку, тоже уже закачанная прошивка, и попробовать установить с флешки. Это, в принципе, то же самое должно сработать. Так, забросил я на карту памяти. Вставляем карту памяти. Карту памяти вставили, грубо говоря, на горячую. Естественно, видно ее, скорее всего, здесь не будет. Поэтому делаем еще одну перезагрузку в рекавери, чтобы телефон увидел нашу карту памяти. Проверяем. Install. Select Storage. Вот наша microSD карта, либо через OTG будете подкидывать флешку, будет USB OTG. Есть, все видит, выбираем. Окей. Наша с вами прошивка, мне несколько на флешке, на карте памяти. Вот, HONMI 5+. Подтвердить, свайпнуть, чтобы подтвердить. Все, начала ставиться прошивка от Xiaomi EU. Еженедельно. Кладете телефон на стол и спокойно ожидаете, пока все завершится. Готово. Установилась прошивка. Не переживайте. Если в каком-то из периодов у вас, в каком-то из момента ваших действий, за весь телефон на логотипе Mi никуда ничего не лезет, попробуйте два варианта. Первый. Зажать громкость вверх и питание. Долго держать. Телефон перезагрузится. Питание отпустить. Громкость продолжать держать вверх. Должно зайти опять вернуться в TWRP Recovery. Если это не поможет, зажимайте все три кнопки. Плюс, минус, громкость и питание. Держите долго, пока не перезагрузится телефон. Это отпустили. Две кнопки продолжайте держать. По-любому зайдете в Recovery и начните все сначала. Все получится. Готово. Вайп, кэш, делвик нажимаем. Ну, в принципе, все. Если вы сразу хотите установить и root права, нужно их забросить сразу же, было туда же, на карту памяти. Они тут еще будут root super su, там, или что-нибудь такое. Нажмете еще раз установить, так же все. И на этом, в принципе, все. Ребут в систем. Перезагрузка в систему. Все. Теперь ждете от 3 до 15 минут. Главное, что вам увидеть с облегчения, что вот появится надпись Android и забегут три точки. Это значит, все хорошо, система распаковывается, устанавливается. Прошло примерно 5 минут. И поздравляю вас, вы установили кастомную прошивку. Со всеми языками, что нужны и что не нужны тоже. Проводите первоначальную настройку, подключаете все. Все нормально, Play Market работает. Сразу же введете свой аккаунт, попросите там кое-что обновить. Ну, захотите, обновите. Настройки. Устройство. Еженедельное Xiaomi EU. Плюс этой прошивки также в том, что она обновляется по воздуху практически всегда. Сможет уже обновляться сама. Вот так все сделано. Что у вас появилось? Полноэкранное управление. Такой пункт в настройках. Виртуальные клавиши, либо жесты навигации. И он предложит вам пройти небольшое обучение. Пойдите палец снизу и подержите секунду. Проведите влево по экрану. Проведите вправо. Ну, здесь можно будет все почитать. Полностью он все вам расскажет. То есть, по типу iPhone X сделаны жесты. Клавиши внизу на экраны убираются. Сможете пользоваться. Улучшаются они с каждой неделей. Все лучше и лучше. Все становится работать. Поэтому, в принципе, штука очень даже неплохая. У нас с вами нету root-прав. То есть, некоторые программы, которые вы хотите, не работают. Например, Titanium Backup, чтобы сохранять все данные в телефоне. А также, вы хотите вычистить весь китайский мусор, либо не китайский, с телефона. Видите? Нет. Root-прав. Вы можете получить root-права и на глобальной прошивке, в принципе, на любой. Нужно только TWRP Recovery поставить по вот этому моему гайду. Что делаем? Уходим в TWRP Recovery. Перезагрузка. Нажимаем. И сразу держим питание вверх. Вернее, звук вверх. Держим, не отпускаем. На выключенном телефоне все то же самое. Звук вверх. Питание. Для того, чтобы зайти в TWRP Recovery. Готово. Последовательность действий та же самая. Install. Опять же, я забросил сразу на карту памяти. Update, SuperSU, ZIP-овский архив. Окей. Свайп. Установится он довольно-таки быстро. Никаких вайпов можно не делать. Можно ставить и на глобалку, и root, и TWRP Recovery. Все это будет работать. Первая загрузка будет немного дольше, чем обычно, потому что будут применяться настройки суперпользователя. Не забывайте, что после установки SuperSU обязательно необходимо обновить его до актуального. Обновить. Продолжить. Установка полностью завершена. Перезагрузите ваше устройство. Перезагружаем. Все обновилось. Телефон перезагрузился один или два раза сам. Все сделал, как ему хочется. Проверяем, есть ли root. Титаниум запускаем. Все хорошо. Запрос суперпользователя. Предоставить. Все, ребят. Поздравляю вас. Мы с вами установили кастомную прошивку. Сначала, вернее, TWRP Recovery. Потом кастомную прошивку, любую. Если хотите управление жестами, вот что мы получили еженедельную. А также установили root права. Права суперпользователя для полного управления смартфоном. Если оно вам, конечно, нужно. Удалять можно все файлы, в том числе системные. Копировать все. По телефону, который пришел вам с так называемой вьетнамской прошивкой, к сожалению, вариант только один. Снимать заднюю крышку и прошивать его через тест-пойнты поначалу. Ссылку я вам дам. Другого варианта на сегодня нет. Потому что китайцы взломали bootloader. И шлют некоторым людям, которые покупают на Алиэкспрессе взломанный телефон с кривой прошивкой. Который обновить не по воздуху, никак иначе невозможно. Кроме как вскрыть его и зажать там контакты. И тогда получится перевести его в режим bootloader и прошить. Спасибо. До встречи.